К нам подключается Юрий Лагунин, главный редактор интернет-издания Newswall Израиль. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, друзья. В кулуарах Мюнхенской конференции глава государства, Эльхам Алиев, как мы видим, проводит ряд встреч. Причем встречи, как отмечалось, проходят по предложению противоположной страны. В целом, можно ли это расценить как интерес международного сообщества к стране, как показательное признание авторитета Азербайджана и его лидера? И вообще, как вы оцениваете такой впечатляющий дипломатический марафон встреч на полях саммита? Ну, несколько моментов. В первую очередь, уже давно Азербайджан воспринимают достаточно серьезно. Весь вопрос заключается в том, как те, кто оценивает Азербайджан, будут действовать как раз в двухсторонних интересах. Потому что последние факты показывают, что, несмотря на то, что все понимают, что Азербайджан представляет одну из самых серьезных сил в регионе, на Южном Кавказе, тем не менее, пока, естественно, попытки давить на Азербайджан, они никуда не делись. Здесь, наверное, стоит прислушаться к президенту, к вашему президенту, который сказал, если не ошибаюсь, на иннабурационной речи по поводу того, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Когда об этом говорит на полном серьезе президент государства, к этому стоит прислушаться. И я думаю, к этому прислушались на Западе и понимают, что ситуация, которая происходит на Южном Кавказе, она является таким показательным, что если динамика будет отрицательным, это может привести к тому, что и во всем мире будет продолжаться, ухудшаться ситуация в принципе. Соответственно, если вы обратите внимание на сами переговоры, то, безусловно, переговоры, они необходимы в первую очередь сегодня для того, чтобы доносить позицию. Поскольку самое сложное, опять же, если брать европейских чиновников или западных чиновников, у них у многих на глазах розовые очки, и они не представляют, что на самом деле в реальности происходит в регионе. И это тоже является дополнительным аргументом, поскольку каждая дипломатическая встреча, она позволяет той или иной стороне донести свои интересы или свою позицию, что является в долгосрочной перспективе, конечно же, надеждой на изменение того, что происходит сейчас. И вот после слов как раз вашего президента о том, что мир стоит перед третьей мировой войной, а также следующий этап, когда была донесена позиция, что Азербайджан настаивает на том, что переговоры между Азербайджаном и Арменией являются внутренним делом этих двух государств, и любое вмешательство может рассматриваться как деструктивные действия по отношению, в первую очередь, по Азербайджану, потому что у Азербайджана, в отличие от Армении, естественно, более сильная позиция и более взвешенная аргументация. Соответственно, опять же, если мы видим со стороны Азербайджана те или иные действия по отношению к миру, то, к сожалению, со стороны Армении, ну, во всяком случае, я имею в виду, конечно, не Армению целиком, а непосредственно премьер-министра Армении, который занимается, в общем-то, вот этими вот гастролями, где каждый раз пытается за счет тех или иных факторов затянуть эти переговоры, говоря о том, что это делается ради выгоды для Армении, что, по сути, правдой не является, это уже все понимают. Тут еще есть один момент, на который бы обратил внимание, ну, как исторический экскурс. Когда раньше, скажем, 30 лет назад мы говорили про информационную политику или пропаганду Запада, то Западу против Азербайджана было выступать достаточно легко. Достаточно любую было взять негативную новость, раздуть из нее вселенскую новость и всячески пытаться давить на Азербайджан, говоря, что у вас там, значит, диктатура в Азербайджане, а у нас прекрасный Париж, благоухающий романтикой, у нас замечательный променад в Берлине, у нас шикарный солнечный Рим, у нас просто потрясающая ситуация в фере бизнеса в Лондоне. Но сейчас при прямом противопоставлении всего этого мы видим, что как раз происходит все наоборот. Любой человек может сойти в YouTube, поехать в гости в Азербайджан, посмотреть, что там происходят совершенно другие процессы и в экономике, и в развитии социальной структуры, социального сектора. То есть мы прекрасно видим, что происходит в Азербайджане, и это уже не скроешь. И вот это вот противоречие, которое раньше было с помощью пропаганды легко избегать и обвинять Азербайджан в той или иной степени, сегодня подошло к тому, что крыть-то, впрочем, нечего. И самая сейчас большая опасность, которую я вижу со стороны Европейского Союза, или со стороны, скажем, Соединенных Штатов Америки, несмотря на прекрасную риторику, то, что поскольку в информационной войне они практически проиграли вчистую, и вот этот момент может подвести некоторые структуры, некоторые силы идти в Аббанк. То есть вот эти вот провокации, которые происходят, создать условия, знаете, как мы говорим, чем хуже, тем для кого-то всегда лучше. Вот это сегодня основная опасность, которая стоит на дипломатическом уровне перед Азербайджаном, и та проблема, с которой придется, естественно, считаться и принимать и или иные меры. Вот, кстати говоря, об Америке с осени прошлого года отношения Азербайджана и США были достаточно натянутыми, с учетом некоторых заявлений, опять же, и шагов США в отношении нашей страны. То есть достаточно вспомнить и предвзятые высказывания помощника госсекретаря Джеймса Убрайена. Но, как отметил глава государства, азербайджанно-американские двухсторонние отношения должны развиваться самостоятельно, вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И вот встреча, которая произошла также на полях саммита с Энтони Блинкиным, она, как отмечается, прошла достаточно в позитивном ключе. Вот все-таки какие дальнейшие перспективы развития сотрудничества мы можем увидеть? Ну, здесь абсолютно я убежден, что у Соединенных Штатов Америки есть экономические интересы, поскольку сама по себе экономика Европы, это опять же как сравнение, да, то, чтобы стало понятно. Когда мы говорили о великой экономической свободе Америки, на сегодняшний день мы видим, что там процессы экономические достаточно сумбурно происходят, очень много нареканий с точки зрения ведения внешнего долга, обслуживания внешнего долга или тех основных гособлигаций, которые Соединенных Штатов Америки сегодня с трудом пытаются продавать. То же самое, когда мы говорим про тех монстров, монолит Евросоюза, как Германия, Италия, которые, в общем-то, стояли у истоков Франции, естественно, у истоков создания Евросоюза, мы видим сегодня, что уже факт, который перед нами буквально вот открылся не так давно, что немецкая экономика вступила в рецессию. То же самое это Великобритания со всеми своими экономическими чудесами тоже находится в рецессии. И в то же самое время мы видим Азербайджан, который в прошлом году, несмотря на войну, на всю тяжесть положения в сфере безопасности показал рост более 1%. А в этом году, возможно, рост азербайджанской экономики ВВП перейдет к значению 2%, что само по себе является достаточно высоким показанием при той ситуации, которая существует. То же самое в среднем по СНГ. То же самое, если возьмем экономику соседних стран, той же России. Все те вещи и вся та риторика, которые были посвящены тому, чтобы как можно больше нанести деструктивные действия по отношению той или иной экономикой СНГ, они потерпели неудачу. И сейчас Соединенные Штаты в связи с этим будут, конечно же, стараться найти себе возможность и закрепиться экономически в тех или иных регионах. Если мы говорим про Азербайджан и говорим, что американская сторона искренне заинтересована в развитии экономических взаимоотношений с Азербайджаном, и здесь нет никакой политической подоплеки, то почему нет? Это замечательно. Экономик – это всегда шаг к миру. Но на сегодняшний день быть уверенным, что интересы Америки заканчиваются только на предметах экономики, я бы не стал, потому что всегда за американской экономикой приходят политики, которые начинают диктовать свою волю, создавать свои НКО, начинают создавать свою прессу карманную, находить политиков, которые будут работать в векторе тех или иных фондов НКО и других интересов. Соответственно, осторожный оптимист выражать можно, но держать руку на пульсе, как говорится. Ну и еще хочу спросить об одной встрече, которая также прошла на полях саммита. Это встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. В целом, как вы считаете, Армению можно рассматривать в дальнейшей перспективе как надежного, долгосрочного переговорщика с Азербайджаном, с учетом всей той ситуации? Ну, к сожалению, скажу так. Пока премьер-министр Армении Никола Пашинян доверять этому процессу в долгосрочной перспективе, я не стал бы. Соответственно, азербайджанская позиция будет сильна, и чем она более будет взвешенная и, скажем так, спокойная, тем больше шансов, что в итоге внутренние силы в Армении придут к пониманию того, что любой мир это все-таки лучше, чем война. Тем более, мы видим милитаризацию Армению. С другой стороны, я знаю, как израильский журналист, насколько серьезно происходит взаимодействие между Израилем и Азербайджаном в плане поставок вооружения. На сегодняшний день мы являемся партнерами. На сегодняшний день сейчас в ускоренными темпами. На каждый танк, каждую ракету, каждый самолет, который собирается приобрести Армению, как действует Азербайджан. Соответственно, Азербайджан в этом конфликте, конечно же, будет готов на все 100%. И эта тенденция, конечно, не улучшает общую картину. Понятно, что траты на вооружение – это дополнительные проблемы для государства с точки зрения экономики. Но, тем не менее, в данном случае, я думаю, что пока у власти Никола Пашинян трудно будет убедить правительство Армении действовать все-таки в позитивном ключе и находить вот эти точки соприкосновения. Только если армянская сторона будет окончательно поставлена в условие, когда не будет никаких возможностей отступить назад или пытаться крутить вот всеми этими красивыми тезисами и риторикой, а наконец-то начать принимать те или иные позитивные действия. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Юрий Лагунин, главный редактор интернет-издания «Ньюс Волл» Израиль был нашим гостем. Субтитры создавал DimaTorzok